друзья всем привет всем доброе утречка мы с алексеем крыловым находимся в одессе это начало августа 2021 вот и сейчас мы пойдем посмотрим что едят одесситы на завтрак какая у них традиция питаться по утрам что это кофе и круассаны сейчас пойдем что-то искать так ну что друзья я скажу что утро отличается от вот от вечерней от ночной жизни одессы ну то есть вы вот вчера гуляли вечером на дерибасовский там была такая движуха много молодежи там такое люди тусят что-то веселятся а вот утром ты выходишь на улицу и ты не узнаешь уже все такие куда-то там кто-то идет на работу кто-то там убирается улица вот совсем другой ритм совсем другая жизнь совсем но как-то другая атмосфера становится вот но утро мне тоже вот кстати утро в одессе это классное время так вот мы ходим по этим одесским утренним улочкам я здесь путаюсь немного они просто такие все такими квадратами сделаны лёша здесь хорошо ориентируется он меня вводит как-то я потому что блин это самое сколько раз мы уже здесь сколько мы обошли этот центр уже вдоль и поперёк пока здесь гуляем и я все равно каждый раз я что-то путаюсь короче вчера мы вышли вот вечером хотели выпить кофейку и чё-то я не видел ни одной кафешки все только бары рестораны везде только алкогольные напитки наливают сейчас мы идем я вижу одни кафешки только кафешки 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 кофе с круассанами сырнички завтраки я не знаю я не вижу ни одного уже не бара не ресторана я не знаю то ли это такое восприятие но но действительно я сейчас может потому что вечером бары подсвечиваются а все кафешки в тени остаются а сейчас наоборот как бы все бары закрыты и тихие в них не играет музыка все кафешки они вот такие красивенькие открытые стоят столички приглашают на кофе с круассанами вот это получается улица екатерининская и вот по этой улице там такое мне сказали ориентир это вот можем здесь перейти дорогу наверное а уже все а уже все вот ориентир там стоит оранжевый автобус опироль шприц вот и сказали там очень вкусно накормят на завтрак или здесь снаружи посидим наверное я думаю здесь наверно если не сами здесь нужно вот сканировать qr-код и почитать доброе утро это мне спасибо да вот уже принесли капучино тут просто такие завтраки такие названия сумасшедшие да попробуй очень сложно выбрать если не знаешь с первого раза какие-то трюфели с авокадо круассан с лососем нежный бриошь с телятина и крем сыром надо почитать что-нибудь не было бы проще вот эту столовую заходишь завтрак номер один завтрак номер два завтрак номер один и все а тут короче целое меню на завтрак ну ты вот что заказал я заказал себе круассан с трюфельным с кремблом с кремблом ну да это яйца похоже да я не знаю дядь но да наверно но скрамбл это же яйца лососем и кремом и крем-сыром а а я за а я за к 6 про сон вставленной говядиной дюре из паттата соусом А я заказал какой-то крок-мадам, там есть крок-весье и крок-мадам. А ну что там входит? Теплый тост с нежной индейкой, индейкой, сыром, соусом, пешамель, сом, лазунью. Я так понял, это тост, десерт, но названия такие вкусные, конечно. Так, ну мне здесь атмосферка в принципе очень нравится, здесь такой сервис, все красивенько, вот Лёше уже принесли круассан с лососем и трюфельным скрамблом, вот, я пока что капучино свое попиваю. Так, ну что друзья, вот принесли мой завтрак, называется крок-мадам, к сожалению не могу показать цен на него меню, потому что меню здесь по QR-коду, но он стоит примерно 180 гривен, если я не ошибаюсь. 179. 179, да. здесь яйцо, яйцо глазунья, сейчас я его попробую разрезать, посмотрим. Вот, здесь по-моему идет индейка с салатом и этот, болоньезе, соус болоньезе, если я не ошибаюсь. Вот, будет очень вкусно и сытно. Давай. Мне нужен был сытный завтрак. Давай, тебе предстоит тяжелый день, тебе нужно купаться в море, загорать. Ну как? Вкусный сыт. Вкусно? Очень божественно. Это вот то, что я хотел. Калачек пошел. Давай, 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 молодец. О боже. Это просто какой-то рай. Давай, 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 ешь, 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 ешь. Тебе нельзя останавливаться. Я просто на небесах от удовольствия бестрономического. Это просто гастрономический оргазм. Так, ну что, все было очень вкусно. Нам принесли счет. Ого, за завтрак 400 гривен. Офигеть. Конечно, я не ожидал такую циферку увидеть. 434 гривны. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Это Одесса. Это я мог неделю на такое. А тут за один завтрак 434 гривны. Мажорно живем, да. Так, друзья, ну мне есть что сказать про это заведение Low Low. Это было очень вкусно. Прям максимально. Они из обычного завтрака выжили прямо все самое лучшее. Туда запихнули, что только можно было запихнуть. Прям пальчики оближешь. Но в то же время, я думаю, для завтрака 250 гривен. Это вот этот французский тост и капучино. Я думаю, что это немного дороговато. Но я бывший режиссер. И у меня еще остались эти повадки в богатой жизни. Режиссер бывшим не бывает. Я когда-то... Когда-то я хорошо зарабатывал. И у меня остались привычки жить на широкую ногу. Вот. Но сейчас я уже как обычный человек. Для обычного человека это дороговато. Вот. Но эстетика, заведение, то есть обслуживание, персонал, все очень на высоком уровне. То есть, ну, эта цена, можно сказать, оправдана. Вот. Сейчас мы вот проходим через дворик какой-то рандомный. Я не знаю. Просто зашли в центре. А тут тоже такая красота какие-то. Тоже кафешки есть. Летние террасы большие. Вот. И здесь тенек. Очень приятно здесь прохладно. Потому что вот там только что по улице, там прямо уже пекло. Сейчас всего лишь 11 часов, 11 утра. А уже такое пекло хорошенькое. Вот. А, это что, оперный театр, что ли? Да. А, я думаю, что это такое красивое. Так, ну, архитектура в центре, конечно, прикольная. Кафешечки опять же вот эти. Ну, вот я так заметил, что действительно Одесса такой город контрастов. То есть, можно увидеть, ну, как дорогие рестораны с очень вкусными блюдами. Так и какие-то, ну, тут же через шаг дешевые забегаловки. Ну, то есть, там где за копейки можно, я не знаю, ну, там что-то купить, поесть, выпить, вот. Ну, так бы сказать, отдохнуть. И это все будет, ну, на одной улице. И так же самое и на пляжах тоже. Есть пляжи бесплатные, но которые будут переполнены, которые, ну, там могут быть грязными. Там какие-то бутылки будут накиданы, вода будет с водорослями, с медузами. И в то же время есть платные пляжи, там за цену 300-400 гривен. Там уже будет убрано и море, не будет никаких водорослей, будет кристально чистая вода. У вас будет лежачок, зонтик. Вот. То есть, короче, тут такой контраст. Дешево отдыхать или же, если чуть-чуть доплатить, то можно отдыхать очень комфортно, очень вкусно, красиво и полезно. Кстати, сейчас прикольно. Мы же уже живем в век доставки. Вот это все Глова, Ракета, Uber Eats. И, то есть, если вы живете в каком-то таком интересном дворике, то вам даже не обязательно ходить в рестораны. То есть, можете заказать себе доставку, вам привезут. И вы у себя, не отходя из вашего дворика, можете тоже вкусно покушать. Так, ну а сейчас мы идем на базар Привоз. Легендарнейший Привоз, куда моряк Костя привозил шаланды полные кефали. Короче, Привоз – это то, куда все все привозят из портов, из разных других стран, так как здесь порт находится. А вот еще, оказывается, прямо возле нас, где вот мы жили, находится ресторан «Хмельнакачка». Мне тоже советовали сюда сходить, но уже мы упустили такую возможность. Ну, на самом деле, везде же не сходишь. Какие-то ресторанчики, какие-то магазинчики оставим и на следующий раз, потому что мы здесь всего на два дня, и все обойти просто невозможно. С чем у тебя ассоциируется слово «привоз»? Привезти, привозить. У меня отвоз и еще принос. Поднес, привез. Так, ну что, вот и он. Самое известное место после Ибицы и Дерибасовской. Привоз. Так, ну что, вот мы зашли, тут в самом начале видим кучу раскладок овощи, фрукты, виноград, персики, кукуруза, арбузы, помидоры, картофель, картоха. Тут, кстати, говорят, надо быть очень осторожным, потому что работают щипачи. Отсюда же Сонька-щипачка. Новый привоз, торговый центр, это крытые павильоны. Обуз. О, смотри, что это за памятник. Это как, да, торговый центр. Золотишко торгуют. Это, походу, памятник моряк и рыбачка. Да. А здесь монетки все бросают. Смотри, сколько золота. Есть монетки. Видишь, это моряк и рыбачка. Это ж есть такая песенка, знаешь. Ты морячка, я рыбак, я рыбачка, ты моряк. Ты на суше, я на море, и не встретимся никак. Ты на суше, я на море, и не встретимся никак. И вот они наконец-то встретились. Так, зашли в рыбный отдел. Вот она, тетя Соня. Вот он, рыбный отдел. Здесь кефаль, самая популярная рыба. Не, я шучу. Раки, рыба, креветки, морепродукты. Смотрите, осетр такой страшный, какой у него нос. Черноморский, свежий, за килограмм 370. Здесь, я думаю, килограмм 3-4 будет. Глось. Судак свежий. Камбала. Камбала поменьше. Карп. Бычки морские, килограмм 200 гривен. Так, давайте посмотрим, что у нас по замороженной. Королевская креветка, 235 гривен килограмм. Креветка тигровая, 450 гривен килограмм. Кальмары, пожалуйста. Кольца кальмара или кальмар очищенный. 150 гривен килограмм. 123 гривен за килограмм кальмара. Так, это что у нас? Барбулька, рыба-барбулька, 144 гривен килограмм. Морской окунь, это вот красненький. Так, что у нас еще есть? Рапаны, 160 гривен килограмм. Вот такой вот кальмар тоже есть. ДВ, 140 гривен килограмм. Всякие креветки, какие хочешь. Так, тут у нас, смотрите, тоже еще есть кальмар квитка. Такой интересный кальмар. Я таких, кстати, не видел. Кальца всякие. Тоже рапанчики, мидии, креветки. Так, смотрите, раки, живые. Почем? Здесь, кстати, со временем 10 штучек. Ага, 10 штучек, да? Да. Но их же варить надо. Или у вас вареные есть? Найдите одеситку, пускай с вами. А, одеситку, сейчас найдем. Так, ну что, друзья, посмотрели базар, погуляли по привозу. На этом буду заканчивать уже видео. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики, пишите комментарии и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok